Здравствуйте, Ксения, Ростов-на-Дону. На ваш взгляд, каково состояние панк-рока на сегодняшний день в России? Думаю чудесное состояние, даже как у любого другого рока на любой другой территории этой земли, я бы даже сказал. Молодые, Ксения. Вы знаете, в чем дело? Как вас зовут еще раз? Молодые. Ксения, очень хорошо. Вы сами не видели с Ростов-на-Дону? Очень хорошо. Вы уверены в этом, Ксения? Да, обычно я забываю лицо. Ну ладно, так вот в чем дело. Меня на самом деле из панк-рока и вообще из рока. Больше всего во мной состояние дел группы Тараканы. И на состояние дел в других ансамблях мне не хватает времени просто и сил. Сил, что самое главное. Вот, поэтому я, ну, как сказать, ну, понятно, адекватно и как-то профессионально вот это вот состояние оценить не могу. Обратитесь к музыкальным критикам. Я думаю, Артемий Киевич-Троицкий имеет свою собственную точку зрения на это. Спасибо, так. Еще вопросы, пожалуйста. Вот, я вижу. Вопрос? Добрый день, меня зовут Юлия Сухавлина. Я здесь представляю журнал «Порок». Хочу вас спросить, ваш образ на сцене это что-то не по-таже? Или все-таки, скажем так, это ваш внутренний я? По ошиблись на сцене? По ошиблась. Что вы сделали? Нет, мне интересно, с чем связан ваш такой вот темный образ бонтаря. Это выражение вашего внутреннего я? Или все-таки такой мультифицированный подход к каталогу? Темный цвет одежды на сцене? Я не понимаю. Покрупче говорите, пожалуйста. Что вы не понимаете? Я не могу расслышать половину вопросов из этих своих слов. Хорошо, еще раз, да? Ваш образ на сцене это что? Это все-таки в большей степени эпатаж или способ донести, показать миру, кто есть на самом деле? Ну, на самом деле, конечно, у нас нет задачи, по крайней мере, осознанной или, скажем так, отрепетированной, эпатировать людей. А мы занимаемся рок-н-роллом не для этого. Скорее, да. На самом деле, конечно, мы сочиняем песни, записываемся и выходим на сцену для того, чтобы доставлять себе самим удовольствие от того, что мы это делаем. Но просто такой сорт рока мы любим. Громкий, динамичный и агрессивный, может быть. Ну и, соответственно, как бы и двигаемся мы на сцене, поэтому как-то так, да? Как нас штырит этот рок. Вот и все. Вот и все. Ну, то есть, например, Борис Борисович, он другую музыку сочиняет и исполняет, поэтому он спит. А мы не спим, мы проявляем наоборот. Замечательно. Вот, собственно, вот причина, вот следствие, да? А насчет эпатажа, то нет, я думаю, мы не делаем этого. По крайней мере, мы не делаем этого осознанно. Есть кто-то еще, кто задал вопрос? Нет. А то нам придется узнать еще какой-нибудь секрет кулинарного блюда. Дмитрий Борисович, у вас записано достаточно много вещей. Когда будет новый альбом? Сложно сказать, но пока не планируем пойти на студию и писаться, а уж тем более выпускаться. Вот, ну, вполне возможно, может быть, кто-то из вас слышал, дорогие друзья. У нас имеется некая такая экспериментальная программа, она называется Unplugged Unlimited. Те же самые тараканы в сопровождении двух хип-хоперов, двух духовиков, двух девочек на бэк-локале. И Коваришника играет свои собственные песни в удивительных аранжировках. Басанова, там, Сальца, всякие Сёрт, Ска, там и так далее. Это называется Unplugged Unlimited. Мы дали пару-тройку-пятерку концертов в московских клубах. И вот этот альбом мы, скорее всего, скоро запишем и выпустим. Что касается нового тараканевого, настоящего рок-альбома, пока что еще сложно говорить о сроках. Спасибо. Добавляемый вопрос, когда будет альбом и как его привыкнуть. Пускай Ксения еще задаст несколько вопросов, пожалуйста. Нет, хотя вопрос с пальчиком хотелось. Я могу сказать, когда мы приедем в Ростов-на-Дону. Не надо? В отношении с Айом не надо? Это вопрос, наверное, личный. Есть ли какие-то еще вопросы от журналистов, представителей СМИ? Так, вопросов больше не наблюдается. Зря. Зря. А, еще есть вопросик. Вот с тобой мы точно виделись недавно, да? Елизавета Ростов-на-Дону, скажите, пожалуйста. Почему они так тихо говорят у тебя? Вы ведь не кормишь ничего? Прошу пивчашки. Вы выступали в Цымлянске недавно на бейк-шоу. Вас непосредственно пригласили туда, или вы имеете отношение именно к любителям бейк-шоу и искусствам? Мы имеем отношение к любителям бейк-шоу и искусствам, поэтому нас туда пригласили, да, непосредственно. Как оно обычно и бывает, кстати говоря. Например, очень частый случай, когда рок-группа имеет прямое отношение к рок-музыке, и поэтому ее специально непозредственно приглашают на рок-фестиваль. Это можно встретить на каждом шагу. А не кормлю их, потому что не знал рецепт, то я еще не супер. Ты просто директор. Никому не хочется пивчашки отведать, например. Не, мне. Гри, бегом, бегом. Иди сюда. Иди, вот у меня баночка есть для тебя. Не хочешь мою баночку? Не хочешь мою баночку? Ну, конечно, она уже половина пусса, да, кстати. Я, конечно, понимаю, что у нас образ на сцене отличается от того, какой вы в жизни. И все-таки, какой бы в жизни человек, есть у вас друзья, какой бы друг для этих людей? Те люди, которых я мог бы назвать своими друзьями, которые, наверное, могут назвать меня своим другом, считают, что я человек сложный, что со мной бывает очень легко, весело, со мной бывает адский чат-кутижа, например, очень легко со мной устроить. Я вообще человек летит на подъем. А раз, и на другой день я человек тяжелый на подъем, и со мной все сложно устроить, я злобный, как пёс, и никто меня не любит в этот момент. Разный. Спасибо за ответ. Ты не любишь, да? Я тебя дам. Больше вопросов нету, да? Есть еще вопросы, пожалуйста, представьте себе обязательно эти, как... Вы еще не представили вас, кстати. Город Беженцев Владимирович. Дим, здравствуй. Дим, у меня такой вопрос. Мог бы ты назвать какие-то молодые команды, но вот именно имена, которые симпатизируют тебе, и... в смысле, которые бы ты хотел, чтобы они добились успеха. Спасибо. Я всем молодым желаю успеха. Всем абсолютно. Нет такой начинающей группы, пускай даже такой при первом знакомстве с которым ты хочешь бежать, заткнуть уши, которые бы я не желал успеха. Все пацаны, которые выбрали электрогитары вместо айфонов, все мне симпатичны. Пускай репетируют себе, играют, и как бы добиваются успеха. Потому что рок, он вечер. Рок вечер. Рок вечер. Спасибо. Я думаю, что если вопросов нет... Продолжение следует...